В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лула. Здравствуйте! Началась неделя с поздравлений от руководства Абхазии и общественности Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Как известно, действующий президент России набрал рекордные 76,6% голосов. В Абхазии за Путина отдали свои голоса почти 94% принявших участие в голосовании. В России за ходом выборов внимательно следила целая армия международных наблюдателей. В их числе был председатель ЦИК Абхазии, а также депутаты Народного собрания. Наблюдатели от Абхазии отметили высокую явку и хорошую организацию избирательного процесса. Об этом, в частности, сказал председатель Центральной избирательной комиссии Тамас Гоги в интервью, которое он дал нашей программе. Предлагаем послушать его. ЦИК Абхазии принимал участие в качестве наблюдателей, в главном политическом событии, которое произошло недавно в России, в выборах президента России. Ваши впечатления, расскажите. Ну, я вас чуть-чуть поправлю сначала, с того, что мы начали. Я не был в качестве наблюдателя. Мы, наша абхазская делегация, была в качестве международного наблюдателя. Это немаловажный факт, и он имеет принципиальное отличие, вы понимаете прекрасно. Такую миссию осуществляло две группы. Одна из которых была представителем Народного собрания парламента Республики Абхазия, которые были по своей линии депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Приглашены, причем, значит, на выборы в качестве международных наблюдателей. И Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия, которая была приглашена в качестве международных наблюдателей, значит, Центральной избирательной комиссии России. Вот. И мы действовали в разных направлениях. Мы практически не пересекались до последнего дня, до подведения итогов. Общую картину, общее представление о происходящем мы могли получить, конечно же, посетив незначительное количество, потому что охватить все это просто невозможно, исходя из того, что в России 97 тысяч избирательных участков. Что касается нашей миссии, я буду говорить больше о Центральной избирательной комиссии, есть подписанное соглашение в 2009 году между ЦИКом Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Абхазии. Данное соглашение позволяет нам осуществлять мониторинг, не обязательно всегда в качестве международного наблюдателя, то есть оказывать содействие и при проведении выборов на территории СССР, то для Российской Федерации за рубежом в данном случае. И в данном конкретном случае, ссылаясь на данное соглашение, мы осуществляем не только моего, мы взаимодействуем и обмениваемся опытом. Тем более, что вы знаете, в России были введены определенные новшества. Расскажите об этих новшествах и какие из них вам показались наиболее интересными и какие новшества могли бы быть применимы на выборах президента Абхазии? Скажу, самые резонансные новшества, а самым резонансным новшеством это была отмена открепительных удостоверений, вы знаете. Это самая резонансная новость, самая большая, вот такая, которая применялась впервые в Российской Федерации. И насколько она отработала и оправдала себя это новшество, оно это новшество, значит, наверное, будет проводить анализ сама Центральная избирательная комиссия у себя на месте. Но первое впечатление было, конечно, замечательное. И, значит, отношение граждан к данным новшествам было просто великолепное. Это вы представляете себе, человек не ограничивает себя в поездках, не ограничивает себя в перемещении, в миграции. Он может голосовать где угодно, когда угодно. Для этого ему не нужно проходить специальные процедуры, получать какие-то крепетительные удостоверения. На сайтах выложены адреса, достаточно подать заявку прямо на сайт, не выходя из дома и заявить о том, где тебе удобно и когда удобно проголосовать. Это заранее нужно было? Заранее же и в день, даже и в день, даже и в день можно было это сделать. Оперативно вопросы снимались, решались, без проблем. Человек подал заявление, заявлял, откуда он. Оперативно принималось решение по данному вопросу. Из того места, где он был прописан и внесен в списки, его исключали. Это оперативная система. Вы знаете, в России существует государственная система, автоинвестируемая система выборов. Это газ выборов, так называемый, которая не подключена к интернету. Да, она внутренняя, зациклонная, находится в распоряжении Центральной избирательной комиссии под строгим охраном. Вмешательство в эту систему невозможно. Тоже интересная система, но судить о ней мне очень сложно, потому что технически это очень сложная вещь. И давать выводы по данному вопросу тоже не могу. Что касается непосредственно отмены, как факт отмены открепительных подвестирований, это великолепная вещь. Насколько она оправдана, насколько она адаптирована, это надо изучить, прежде чем сказать, что это мы могли бы у себя здесь применить. И второе новшество, вы знаете, это когда, значит, есть, вы знаете, что в информационном центре Российской Федерации, вы, наверное, наблюдали, есть огромный стенд видеонаблюдения на участках, на местах в режиме онлайн. Вы видели, когда, значит, с помощью Ростелекома, значит, при помощи, при содействии Ростелекома, им удалось во многих, в большинстве, будем так говорить, потому что не во всех, Россия огромная страна, знаете, на отдаленных точках применить систему видеонаблюдения, не всегда удавалось, но установлены камеры видеонаблюдения на каждом участке, который напрямую направлен на процесс голосования, не отходя, не входя из дома или с места, или с того места, где это демонстрируется, можно наблюдать, что происходит с самой отдаленной точкой, и как проходит голосование, и кто там голосует, и что они с этим делают, и так далее. Очень, допустим, удобно, но и там были свои шероховатости, о котором было сказано, были свои какие-то недоработки, свои неточности, но это все новшество, и, понятное дело, оно должно пройти. Иван Юрьевич, ну технически мы смогли бы потянуть вот этот проект? В нашем случае видеонаблюдение категорически запрещено, кроме обзорного. Связано это с тем, что мы в какой-то степени считаем, что мы в этом случае, в какой-то мере, нарушаем право граждан тайности голосования. Тайность голосования, это не обязательно, вот как он там галочку поставил, понимаете, его присутствие тоже человек не хочет, не всегда афришировать, что он там был. В нашем случае это бывает иногда зачастую, вы знаете почему. Тогда, когда у нас и разные структуры пытаются притянуть своего депутата, а протестность его выражается или неявкой, или против всех. То есть это его выражение, его отношение к данным выборам. А следить за тем, пришел он туда или нет, вы знаете, это связано с определенными последствиями, на наш взгляд, в некоторых случаях. Поэтому не мне судить, есть законодательные органы, они бы присутствовали на данном выборе, это депутаты парламента Республики Абхазия. Эта норма, если им понравится, будет принята, Центральная избирательная комиссия будет ее выполнять. В Абхазии подсчет голосов, это такой нервный, очень нервный этап у нас. Скажите, а в каком режиме проходил подсчет голосов в России? Если вы обратили внимание, ранее я вскользь упомянул о том, что в Российской Федерации применяется автоматизированная система газ-выборы. Что это такое? Автоматизированная система позволяет исключить человеческие факторы, в том числе и при почете голосов. Вы понимаете, это очень уникальная система. Конечно же, она не везде работает, есть отдаленные участки, где вручную проводится. И все это, вы понимаете, при участии порядка 90 миллионов человек, почитать вручную, представить материалы, это практически получалось очень долго и очень сложно, поэтому существует такая автоматизированная система. Если вы обратили внимание, значит, у них стоит специальная урна, в которую, значит, заводится бюллетень именно в определенном направлении, в определенном положении, то есть лицом вниз, и она потихоньку забирает. Вот там вот происходит одновременно и подсчет голосов, и сведения, все направляются автоматизированно сначала. Как и территориальная комиссия, так и центральная комиссия получает очень быстро и обрабатывает. То есть, потому что голосов идет в реальном времени? В реальном времени обрабатывается специализированной системой, автоматизированной системой газ-выбора. Поэтому ручного подсчета, я еще раз говорю, на случай каких-то технических неполадок, на всех комиссиях, во всех комиссиях существуют резервные урны, которые могут быть использованы в ручном режиме. Ну, я вам скажу, что вы знаете, что и в Российской Федерации официально заявлено в нашем присутствии о взбросах, которые происходили там, официально заявлено, это не я говорю, и не новость. На одном из участков в Дагестане, значит, выборы признали несостоявшимися, недействительными. В Тюменской области два участка, и в Калининградской области два участка, потому что был взброс, причем откровенный взброс, прямо, значит, зафиксированный на камеру, вот благодаря новшеству, которое помогло зафиксировать данные вещи. Еще один вопрос по участкам. Как работал институт наблюдателей? В каком режиме работают наблюдатели на избирательных участках? Чем отличается работа российских наблюдателей от наблюдателей, которые наблюдают за выборами в Абхазии? Спасибо за вопрос, великолепный вопрос. Может быть, даже я упустил бы, конечно, отличие огромное. В чем? Я вам скажу, там малейшее нарушение, малейшее нарушение, малейшее передвижение, или то, что не понравилось председателю участка, влечет за собой удаление наблюдателя с сала. Моментально, причем без разговоров, без объяснения причин. То есть, если ему отведено определенное место, он должен не покидать данное место. Если определено определенные условия, которые он должен соблюдать, и нарушение какое-то произошло, председатель участковой комиссии незамедлительно это делает. И проводится вибу без всяких наблюдателей. Вмешиваться в процесс, ни один из видов наблюдателей будет, то международный или внутренний, какой бы не был, или представитель какого-то кандидата, не имеет никакого права. То же самое, но у нас зачастую удалить с зала, это просто невозможно. Это чревато определенными последствиями. Но это невозможно, потому что невозможно, вы знаете, это в этом отличие большое. Там нету такого, как там каждый наблюдатель подписывает, там бюллетень отличия от нашего, да, там такого нет. Вот, пожалуйста, им предоставляются условия, предоставляется возможность. Вот они сидят на своем месте, наблюдают за процессом. Все. Процедура посещения абсолютно очень жесткая. Посещение центральной избирательной комиссии, значит, контроль, охрана, ну, замечательно, великолепно все построено. Понятное дело, это мощное, сильное государство, оно может себе позволить определенные вещи, как металлоискатели на проходах и так далее, везде барьеры определенные. К сожалению, у нас члены ЦИГа не защищены. У нас абсолютно такой защиты нет. Потом, кроме всего прочего, все очень сильный, мощный аппарат центральной избирательной комиссии, который работает на комиссию, то есть это правовые отделы и так далее. У нас в этом плане очень сложно, очень мало и очень трудно. И все очень скромно. И очень, очень даже скромно. И в техническом плане тоже. Поэтому, конечно же, но самое главное, на чем я хотел бы остановиться, все обратите внимание на ту программу, которую разработали для нас принимающая сторона. Это, помимо официальных дел мероприятий по проведению своей миссии, были еще и такие вот проведения культурных мероприятий. В их нижней программе было предусмотрено это общение с прессой. Весь мир видел, что делегация из Абхазии участвует как демократический субъект, как государство, независимое государство участвует в данном процессе мирового масштаба. Я так скажу. Дело в том, что мы не входим в миссию ОБСЕ, мы не входим в Союз Содружества Независимых Государств, которое подписало свою конвенцию о выборах и наблюдении, и не входим в данную конвенцию. И им была предоставлена возможность участия в пресс-центре, значит, и выражения своей позиции. В нашем случае этого не было. И нам приходилось добиваться этого самого настойчиво. Нам удалось сделать публичное заявление, собрав большое количество центральных каналов, в котором мы изложили ход нашей миссии, как таковой, везде. По всем позициям, по всем направлениям, которые нам удалось сделать. Но самое главное, в этом заключении я в обязательном порядке упомянул о подготовке и проведении выборов в Абхазии, как таковой. Понимаете, для нас это не маловажный фактор. И, знаете, вот в пику того, что я говорил, что есть такие вот оппозиционные, я не знаю, оппозиционные к Абхазии, может быть, какие-то СМИ, в том числе некая Росбалт такой, некий Евгений Николаевый, по-моему, я точно не могу ошибиться, там очень неприятные, очень нехорошие выводы, которые подразумевали участие наших граждан в этом выборах, как какой-то умысел какой-то и так далее. Я должен сказать, что это абсолютно бескорыстно наши граждане делали. Вот, кстати, я хотела сказать о том, что явка была бы и выше. В одном из участков были закончены бюллетени, а было желающих еще больше проголосовать. Дело в том, что вот введенное новшество, которое не привязывает человека по прописке, да, к участию в голосовании, вот было здесь упущен тот момент, что если при наших выборах, да, мы привязаны к участкам, и мы определяем, что город Сухум самая большая численность населения, да, и самое большое количество нужно здесь, и они привязаны к участкам, то они голосуют, не выезжая, не уезжая. А здесь говорят, суббота, воскресенье, пожалуйста, выходные дни, человек в деревню хочет, он не привязан к участку, естественно, весь город опустелся. Скажите, а с ЦИКом Абхазии консультации были проведены? Конечно, мы проводили консультации, но есть вещи, на которые не влияет наша консультация, или даже консультация самого, значит, уполномоченного органа, в том плане, что точно определить количество очень сложно в нашем случае, потому что, я еще раз говорю, мы списочно не привязаны. Я это заявил, я это сказал, чтобы в это дело отработали, почему, потому что такой факт, конечно, неприятный, поэтому не все граждане во многом, да, там оказали содействие, транспорт помогли там добраться, но не все, конечно, смогли воспользоваться такой возможностью и так далее. Мы будем анализировать все это проделанное нами, проанализируем, и многое, что, возможно, подчеркнем из этого, и будем, значит, вот в этом направлении работать. 24 марта состоялся телефонный разговор президента Абхазии Рауля Хаджимба с президентом России Владимиром Путиным. В ходе общения Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах. Президенты Абхазии и России обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшее развитие абхазо-российских отношений. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. Какие еще события привлекли внимание общественности на этой неделе? Второе заседание Седьмого съезда Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, которое прошло в Сухуми, было подробно освещено в местных СМИ. Его участники обсудили организационные вопросы, доработали и приняли новую редакцию устава и избрали членов Высшего совета, в который вошли представители от Абхазии, Турции, России и Ордании. Кроме того, был презентован интернет-портал ВАК, который будет работать на нескольких языках, в том числе на английском, арабском и турецком. Есть такие пункты, когда речь идет о целях работы самой организации. Это создание необходимых условий для возвращения представителей Абхазо-Абазинской диаспоры на историческую родину, участия в экономическом, социальном и культурном развитии республики Абхазия. Так получилось, что огромные народы, у них есть своя национальная самобытность, но у них нет государства. А у нас государство есть. И, конечно, главная задача любой организации, общественной, политической и, безусловно, правительства, это развить этот проект и сохранить его. На этой неделе президент Абхазии Рауль Хаджимба принимал поздравления с юбилеем. Ему исполнилось 60 лет. Многочисленные поздравительные телеграммы в адрес абхазского лидера поступили от глав государств и правительств зарубежных стран, от руководителей Республик Северного Кавказа и российских губернаторов. В числе первых президента поздравил его российский коллега Владимир Путин. Не остался в стороне и президент Сирийской Арабской Республики Башар Аль-Асад. Три кадровых вопроса решены на очередном заседании сессии парламента. Председателем Верховного суда Абхазии избрана Манана Делба. Председателем контрольной палаты вновь встал Роберт Аршба. А уполномоченным по правам человека стала Асида Шакрыл. Вступая в должность уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия, торжественно клянусь защищать права и свободы человека и гражданина. Честно, беспристрастно и добросовестно исполнять свои обязанности. Руководствуясь Конституцией и законами Республики Абхазия, справедливостью и голосом совести. Роланд Жиба виновен по всем статьям и пунктам обвинения и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Точку в одном из громких уголовных дел 2017 года поставил в Верховный суд в пятницу. Жиба виновен в том, что 30 декабря 2016 года в районе села Гуада вместе с группой лиц совершил умышленное убийство Беслана Квициния. Обвинительный приговор был оглашен судей Верховного суда Мимоза Цужба. Сам подсудимый присутствовать в зале суда во время оглашения приговора отказался. Смотря на непризнание Жиба Роланда Капитоновича своей вины в инкриминерном ему преступлении, его вина нашла в судебном заседании свое подтверждение совокупностью следующих доказательств, показаниями потерпевших свидетелей, а также письменными доказательствами по делу. Кабинет министров Абхазии на заседании в четверг утвердил 14 новых целевых программ Министерства здравоохранения Абхазии. Что это за программы? Какая сумма выделена из госбюджета на их реализацию? И как это повлияет на медицинское обслуживание населения? О некоторых из программ в области медицины и о том, какие современные методы оперативного лечения проводятся в республиканской больнице, расскажет Ирина Аршба. Лечение вирусного гепатита С, профилактика гепатита В, процедура гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью в списке гарантированной бесплатной медицинской помощи. Отделение гемодиализа функционирует в республиканской больнице уже более шести лет. В этом году изменены условия работы отделения. Закуплено высокотехнологичное оборудование. Это 10 новых аппаратов. В Абхазии в искусственной почке нуждаются 50 пациентов. От 3 до 5 пациентов с патологией почек. По словам медиков, количество таких больных увеличивается с каждым годом. И значит, нагрузка на отделение также будет увеличиваться. Что касается программы по развитию и совершенствованию высокотехнологичной медицинской помощи, то на ее реализацию выделено из госбюджета около 10 миллионов рублей. Предусматривается проведение реконструктивных операций в области нейрохирургии, ортопедии, травматологии и эндоскопической хирургии. Будет продолжена работа и по протезированию тазобедренных суставов. Впрочем, в республиканской больнице уже проводятся высокотехнологичные операции. В отделении малоинвазивной эндоскопической хирургии пациентам оказывается помощь современными методами оперативного лечения. Целевые программы предусматривают обновление материально-технической базы, станции и отделений скорой помощи. Будет приобретаться оборудование класса А для спецмашин, чтобы уже в ходе транспортировки больного у врачей была возможность оказывать качественную медицинскую помощь. В Минздраве Абхазии обещают, что медицинские учреждения будут обеспечены необходимыми расходными материалами и лекарственными препаратами для оказания помощи экстренным больным и рассчитывают на уменьшение оттока пациентов за пределы республики. Более подробно о программах в области медицины мы поговорим с министром здравоохранения Тамазом Цахнагием. Здравствуйте, Тамас Мурманович. На последнем заседании Кабинета Министра Вами были презентованы 14 ведомственных программ. Что это за программы? Поконкретнее расскажите, на какой срок они рассчитаны и какая сумма из госбюджета выделена на их реализацию? В реализации этих программ направлено порядка 200 миллионов рублей. В сравнительном аспекте на 40 миллионов рублей выше, чем за прошлый год. Так как новый закон о здравоохранении вступил в силу 2016 года, в рамках этого закона мы сейчас готовим соответствующий проект постановления Кабинета Министров о гарантированном объеме бесплатной медицинской помощи. Вот указанные целевые программы – это та часть государственных гарантий, которая будет обеспечена гражданам в наших лечебных учреждениях. Мы впервые представили и утвердили такие целевые программы, как оказание специализированной, в том числе, высокотехнологичной медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях республики. Прежде всего, в республиканской больнице, где мы планируем и уже начали реализацию по оказанию специализированной помощи в области ортопедии, нейрохирургии и эндоскопической хирургии. В рамках данной целевой программы бюджет предусмотрен в размере 9 миллионов 900 тысяч рублей. Мы будем приобретать необходимые расходные материалы для того, чтобы их имплантировать нуждающимся пациентам. То есть, это та категория больных, которых мы обычно отправляли за пределы республики. И на их лечение достаточно огромные суммы уходили с нашего бюджета. Мы также предусмотрели программу лечения за пределами республики. На эту целевую программу направлено 40 миллионов рублей. Это оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Это по каким уже направлениям? По тем направлениям, которые мы сегодня здесь не можем предоставить. Это кардиохирургия, определенные позиции нейрохирургии, онкологии и так далее. То есть, та группа пациентов, которые нуждаются в этой помощи, мы, безусловно, ее будем продолжать. Скажите, а как вы определяете бюджет вот этой конкретной программы оказания медицинской помощи за пределами Абхазии? У нас есть статистические данные, сколько пациентов в год прошли с тем или иным заболеванием. Исходя из этого, мы и планировали бюджет на эту категорию граждан, которые прогнозируются пролечить в текущем году. Кроме того, мы предложили целевую программу по лечению вирусного гепатита С и профилактика гепатита В. Это новая программа. Ну, собственно говоря, такой пилотный проект у нас будет в этом году. Он будет состоять из двух частей. У нас нет на сегодняшний день систематизированных данных о количестве инфицированных и больных вирусными гепатитами. Мы будем составлять реестр соответствующий. И с третьего квартала уже начнем реализацию, собственно, на целевой программы, а именно противовирусную терапию, что касается гепатита С. По гепатиту В программа включает в себя вакцинацию против этого вируса и направлена на определенное количество людей, которые, естественно, будут выполняться бесплатно за счет средств государства. Скажите, вот эта указанная вами программа по гепатиту В, насколько она актуальна для нашего населения? Вы знаете, достаточно актуальна. И вот проблема гепатита С, гепатита В, вирусных гепатитов, так же, как наркомания, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, они представляют собой социальную значимость. И поэтому, как я говорил выше, мы сейчас подготовим необходимый реестр с программным обеспечением, то есть, собственно говоря, базу данных по данной группе пациентов. И, исходя из этого, будем в дальнейшем планировать проведение курсов лечения, конечно. Томас Мурманович, вот этот госпитальный комплекс, чтобы сдать в Абхазии, это СПИД, гепатит В, С, это стоит 1700 рублей. Все-таки сумма немаленькая. Да, согласен. Здесь есть определенные вопросы. Но это не для всех категорий граждан. Есть категории, льготные категории граждан, которым данные исследования проводятся бесплатно. Но для всех остальных мы, конечно, будем изыскивать возможности, как это максимально решить эту проблему. Собственно, и проведение вакцинации. Мы в 2017 году проводили профилактику, то есть, вакцинацию от гепатита В бесплатно. И в этом году мы будем продолжать. И в рамках того постановления, которое мы готовим сейчас на стадии завершения, вот этот документ, мы будем предусматривать тот объем лечебной диагностической помощи, который будет гарантированно бесплатно. Понятно. Еще раз повторяю, целевые программы, это достаточно большие суммы, они являются частью этих гарантий на бесплатное медицинское обслуживание. В том числе программа по лекарственному обеспечению и медицинскими расходными материалами. В прошлом году в этой программе было заложено 22 миллиона рублей. В этом году мы утвердили сумму в размере 37 миллионов рублей. Для того, чтобы подведомственные учреждения обеспечить, и мы будем этим очень серьезно заниматься, обеспечить всем необходимым набором лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания неотложной помощи в первую очередь. Для всех категорий граждан. Для всех категорий граждан. Неотложная помощь, то есть человек поступает в неотложном экстренном состоянии, ему должна быть оказана в полном объеме необходимая помощь. Не должно быть здесь дефицита в препаратах или в расходных материалах. Это на первые три дня, на неделю? Мы сейчас сроки не обозначаем, самое главное оказать неотложную помощь в полном объеме, для того, чтобы устранить угрозу жизни или здоровью пациента. Далее будут применяться соответствующие меры, в части от того, относятся данные гражданин к той или иной категории, какие условия, это уже будет прописано во втором постановлении, которое уже готово, это о платных медицинских услугах. Поподробнее расскажите, о чем идет речь. Мы подготовили проект, в рамках которого будет утвержден перечень платных услуг и порядок расчета платных услуг. После этого будет создана соответствующая рабочая группа из числа экономистов и сотрудников учреждений подведенных, которые будут в соответствии с этим перечнем осуществлять расчет этих платных услуг, каждый в своем учреждении, и утверждаться Министерством здравоохранения. На это, конечно, понадобится время, но платные услуги, там, где они должны быть, которые выходят за рамки гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, они, конечно, должны быть. Имеется в виду и консультации, и анализы, и диагностика? Ну, там будут рассматриваться позиции разные, конечно, да. Но платные, имеется в виду, это не только там оплата физическим лицом. То есть оплата за лечение может проводиться юридическими лицами, организациями, фондами и так далее, и так далее. То есть разные формы оплаты будут проводиться. Но самое главное, еще раз повторяю, для нас это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Мы должны четко определить и предоставить все эти возможности гражданам, что мы можем и в каком объеме оказывать бесплатную гарантированную медицинскую помощь. У нас достаточно много программ. Это и по инсулинотерапии, это детские программы, это противотуберкулезная программа, это программа по гемодиализу. Кроме того, это ряд других целевых программ, таких как подготовка кадров, вузовское образование. Кстати, да, я хотела сказать о том, что здесь вопрос и программа очень важный, вопрос, кто будет реализовывать, вопрос доверия конкретным врачам. Дело в том, что вот на подготовку врача очень много времени уходит. Это 6 лет вуза, это клиническая ординатура, это непрерывный процесс образования для того, чтобы врач стал квалифицированным специалистом. И после этого приступил к своим обязанностям. Мы этому будем уделять особое внимание. И в рамках вот этой программы мы подписали соответствующие соглашения с Российской медицинской академией непрерывного образования в Москве, МОПО, в рамках которого мы уже два цикла усовершенствования сертификационных курсов провели. И в этом году будем продолжать. Это курсы, а экзамены сдают врачи? Экзамены они же сдают там же на базе, то есть это выездные курсы, они проводятся на месте у нас и в дистанционном режиме. И после этого сдают соответствующий аттестационный экзамен именно на кафедрах соответствующих. Но вы совершенно правильно отметили, конечно, есть определенные проблемы. Вопросы доверия пациентов к нашим сотрудникам. Ведь не секрет, что и отток пациентов очень высокий, он сохраняется. В этом много причин. В том числе и уровень подготовки и специализации по некоторым направлениям. Здесь очень много работы, мы должны заниматься этим вопросом. Томас Муранович, я вот вдогонку спрошу, раз мы о кадрах заговорили, чтобы уже не возвращаться. Скажите, в Министерство здравоохранения обращаются ли с жалобами на конкретных врачей? Есть ли да в письменной ли форме? Если да, то какие меры реагирования есть у Минздрава? Может ли он отстранить врача от занимаемой должности? Таких заявлений немало. Они рассматриваются в установленном порядке, в соответствии с законом о здравоохранении и с законом о труде. Создаются, в зависимости от того, какой характер жалобы, создаются соответствующие комиссии, которые проводят разбор данного случая и принимаются решения. Решения принимаются на уровне либо министра, либо на уровне коллегии Министерства здравоохранения. Если это подведомственные учреждения, конечно, коллегия может принять соответствующие решения, дисциплинарного либо административного характера. Если это не подведомственные учреждения, то коллегия в соответствии с трудовым законодательством не вправе самостоятельно решать подобные вопросы. Мы рекомендуем главному врачу района и администрации района применить соответствующие меры в отношении того-то лица в связи с тем-то. Вообще, это, конечно, странно, что Минздрав не может отстранить от занимаемой должности врача районной больницы. Так написано в законе, поэтому мы его нарушать не можем. Но, тем не менее, мы принимаем соответствующие решения и, как правило, они удовлетворяются. Я предлагаю перейти к другой теме нашего интервью ОМС. В феврале этого года Совет Федерации ратифицировал соглашение с Абхазией по ОМС. Более 5 миллионов рублей правительство Абхазии выделило на реализацию этой программы. Я так понимаю, эти деньги вам нужны для организационных вопросов, в частности, для открытия офисов по выдаче полисов обязательного медицинского страхования. Скажите, на какой стадии эти работы и когда, наконец, откроется первый офис по выдаче полисов обязательного медицинского страхования? В течение месяца мы должны открыть пункты выдачи полисов ОМС. У нас в соответствии с распоряжением Кабинета министров проводятся соответствующие работы. Идет активный ремонт данных помещений, пунктов выдачи. Он фактически на стадии завершения. В течение следующего месяца мы должны начать работу в этих пунктах. Вот в понедельник у нас будет делегация Минздрава и России и Фонда обязательного медицинского страхования, а также Департамента лекарственного обеспечения. Мы будем обсуждать ход реализации, практические вопросы реализации данного соглашения. В ближайшее время к нам также прибудут представители страховых компаний медицинских, которые будут заниматься приемом документов и выдачей полисов ОМС. А, то есть это не местные сотрудники будут заниматься? Это будут представители Росгостраха. Откомандированные. Откомандированные к нам, которые вместе с нашими сотрудниками в рамках вот этих пунктов выдачи будут осуществлять все работы по приему организации выдачи этих полисов. Скажите, как будет организована работа для того, чтобы не создавать длинные очереди? Наши граждане должны понимать, что это не акция ни одного дня, она будет продолжаться, поэтому в таком штатном спокойном режиме надо будет осуществлять подачу документов. Она будет состоять из двух частей. Первая, значит, подача документов на получение полиса. Ну, как правило, это заявление, паспорт российский, паспорт абхазский с абхазской пропиской. Вот это основные документы должны быть. И затем выдача полисов. Выдача полисов, она будет проходить по-разному. То есть и в самом пункте выдачи, может быть, по доверенным письмам и в местных администрациях, в сельских администрациях направлять мобильные бригады на места для того, чтобы упростить процедуру получения и максимально облегчить для граждан. Следующий вопрос по лекарственному обеспечению в рамках соглашения с Россией. Расскажите, пожалуйста, о том, как идет реализация вот этого соглашения. И вдогонку еще второй у меня такой вопрос. Это соглашение касается отдельных категорий граждан. Здесь инвалиды по общему заболеванию, инвалиды с детства, инвалиды Великой Отечественной войны. В соглашении ничего не говорится о инвалидах Отечественной войны народа Абхазии. Может быть, я ошибаюсь, вы меня поправьте. Если я не ошибаюсь, расскажите, как будет решаться вопрос с этой категорией инвалидов. Мы создали регистр к концу прошлого года и первую заявку на последний квартал также направили в Нездравное согласование. Но вот эта заявка не была реализована в декабре, поскольку все процедуры по ратификации и вступления в силу не были проведены с российской стороны. Госдума ратифицировала только в конце 2017 года, поэтому там времени не хватило, соответственно, на ее реализацию. Но оно перешло на текущий год. Регистр у нас работает, он постоянно обновляется, пополняется. Мы на этот квартал также уже подготовили новую заявку после того, как нас оповестили о том, что все внутригосударственные процедуры проведены по этому соглашению. И мы можем направлять заявку на согласование. Она готова. Вот в понедельник у нас будет директор департамента лекарственного обеспечения. И как раз вот по этим вопросам мы будем их обсуждать и направим эту заявку для того, чтобы обеспечить льготные категории граждан, которые обозначены в законе, российском законе, в соответствии с российским законодательством. Там 9 пунктов льготных категорий. Наши инвалиды, наши войны попадают под 2 пункта. Это инвалиды воин и следующий пункт инвалид по заболеванию. Вот в рамках этих пунктов они попадают по своему заболеванию именно к этим категориям. Так что они все входят в наш регистр инвалидов. То есть тех, кто имеет российское гражданство. У тех, у кого нет российского гражданства, они будут также получать на льготных условиях медикаменты за счет нашего бюджета. Раз мы заговорили о лекарствах, скажите, есть ли у Министерства здравоохранения возможность контролировать качество ввозимых лекарств в Абхазию? Ну, у нас нет лаборатории контроля качества. Это чрезвычайно дорогостоящая лаборатория. И те масштабы завоза, они, конечно, несоизмеримы с тем, которые проводятся в Российской Федерации. Поэтому мы ориентируемся на сертификаты качества тех лабораторий и сертификаты качества, которые выдаются Минздравом России. А жалобы поступают к вам со стороны граждан? Таких жалоб не поступало, во всяком случае, в письменном виде. Но, по-видимому, артефакты все-таки существуют. Поэтому здесь Абхазформация, в принципе, занимается этими вопросами. Закуп соответствующих препаратов должен осуществляться именно в тех компаниях, фармкомпаниях, которые проверены, которые утверждены соответствующим образом и не входят в перечень недобросовестных поставщиков. Поэтому здесь очень важно. Тут много вопросов, но надо стараться, конечно, чтобы именно так это все и проходило. Томас Мурманович, у меня все вопросы к вам на сегодня. Я надеюсь на то, что у нас продолжится разговор на тему проблем, которые есть в медицине и как они решаются. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Мы продолжаем выпуск. Российские специалисты помогут бороться с мраморным клопом. В субботу в Абхазию из России прибыла внушительная делегация, в которую вошли представители Министерства сельского хозяйства России и Россельхознадзора. Делегацию возглавил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. С утра специалисты Минсельхоза Абхазии и их российские коллеги разделились по группам и отправились в наиболее пострадавшие от вредителя района республики. Они осмотрели приусадебные участки и личные подсобные хозяйства. По итогам первого дня мониторинга в воскресенье 25 марта пройдет совещание в кабинете министров для того, чтобы совместно выработать методы борьбы с насекомым. Мраморный клоп нанес колоссальный ущерб сельхозпроизводителям Абхазии и отрасли в целом. Вместе со специалистами в один из районов Абхазии отправились и наши корреспонденты. Репортаж Алики Трапш. Специалисты Министерства сельского хозяйства Абхазии и Россельхознадзора с утра отправились в Гулрубский район, чтобы определить, насколько распространен мраморный клоп в этом районе республики. В селе Мархелун рабочая группа посетила одно из частных домовладений. Искать мраморного клопа им долго не пришлось. В подсобном помещении дома вредителей оказалось довольно-таки много. Из-за небольшого похолодания они спрятались в ковре, свернутом в рулон. Подсобное помещение – это излюбленное место для зимовки клопа. Поскольку в открытой природе ему не очень комфортно при низким температуре зимовать, то он залетает как в жилые, так и в нежилые помещения. И первый этап борьбы с ним должен начинаться именно отсюда. Механический сбор и сжигание. Специалисты собирали клопов в пробирке, чтобы отвезти в Москву на фитосанитарные анализы. Далее из Мархеула рабочая группа отправилась в поселок Гулрыбш на сельхозпредприятие «София», где произрастает 42 тысячи корней цитрусовых. Ежегодно это предприятие дает около 700 тонн урожая. Из-за появления мраморного клопа в прошлом году более 50 тонн урожая мандарин было испорчено. Чтобы минимизировать ущерб, нанесенный вредителем, сотрудники предприятия намерены проводить своевременную обработку деревьев. Уже календарные сроки нам известны. Это 15 августа, сентябрь и октябрь. В это время 5-6 тракторов мобилизуем, работаем две смены. За 6-7 дней мы оприскиваем. Если не делать, то все потеряем. Результат есть. Но только 2 оприскивания мы делаем дополнительные. По-моему, 2 оприскивания мало. Потому что от осыпания мы спасаем, но чистится плохо. Опять все-таки проколы остаются. Надо, наверное, добавить, может, один или два оприскивания, добавлять надо. Мраморный клоп поражает практически все виды растений. Из-за распространения вредителя в производителе недосчитались 70% урожая орехов фундука. Экспертная группа намерена разработать методы борьбы с насекомым-вредителем. Большая достаточно численность клопа зимует в лесных массивах, которыми богат именно этот район. И там очень сложно проводить опрыскивающую технику. Авиационная техника может нанести ущерб каким-то другим объектам. Самый эффективный был бы проход цепью с ранцевыми опрыскивателями. Но это очень трудоемко. Потребуется не одна такая обработка. И в лесном массиве ранцевый опрыскиватель до вершины деревьев все-таки не достанет. То есть есть масса технических сложностей, и наша наука будет изучать другие возможности. В селе Пщаб Гулрыбского района российские специалисты посетили виноградник предприятия «Вина и воды Абхазии» площадью 30 гектаров. Каждый год здесь собирают хороший урожай. Проблем с вредителями нет, так как виноград вовремя обрабатывают. Здесь обрабатывается 12-13 раз во время вегетации, во время плодоношения. И здесь проблем нет, благодаря тому, что в свое время проводится химическая обработка. Рабочие группы Министельхоза Абхазии и Росельхознадзора посетили все районы республики. По итогам первого дня мониторинга в воскресенье состоится совещание в кабинете министров, где будут обсуждаться способы борьбы с мраморным клопом. Алика Трапш, Астамур Гошба. Для событий недели. Родные, друзья, коллеги проводили в последний путь видного государственного и общественного деятеля Владимира Ашхатсава. Он скончался на 83-м году жизни. Владимир Ашхатсава был заместителем председателя Совета Министров Абхазской АССР, депутатом двух созывов Верховного Совета Абхазской АССР, избирался депутатом Народного Собрания Абхазии 1, 2 и 3 созывов. Церемония прощания с Владимиром Ашхатсава прошла в Доме учителя в Сухоме. Владимир Ашхатсава родился в семье одного из первых руководителей комсомола Абхазии. После окончания Харьковского инженерно-строительного института Владимир Ардашевич вернулся в Абхазию и долгое время работал инженером в одной из строительных организаций Чемчирского района. Его заметили и перевели на партийную работу. Вначале инструктором, а затем заведующим промышленно-строительным отделом областного комитета Компартии. По натуре он был человек строгий, был строг к себе и к своим подчиненным. И это ему помогало быть в авторитете. Его слово было законом для своих подчиненных. Он помимо своей строгости был очень заботливым руководителем и организатором производства. Владимир Ашхатсава был истинным гражданином, патриотом, посвятившим всю свою жизнь и интересам Родины. Вспоминают о нем его коллеги и друзья. Владимир Ардашевич не вырос человеком злым к обществу, к окружению. Он вырос добрым, серьезным человеком. Он всю свою жизнь, сознательную жизнь служил своему народу, своей Родине. Один из многоуважаемых людей был. Со старшими был старше, с младшими, младшими, с ровесниками, как говорится, со всеми общий язык находил. Золотой человек был. Владимир Ашхатсава всегда был в гуще общественно-политических событий. Работал заместителем председателя Совета министров Абхазской АССР. Долгие годы возглавлял Госплан. Избирался депутатом парламента Абхазии первых, вторых и третьих созывов. В обкоме партии работали вместе. Он был заведующим отделом обкома партии. Настоящий коммунист, очень дружественный такой. У него судьба такая была. Его отца в 1937 году репрессировали. И он, значит, отцовские традиции продолжал в жизни. Он много друзей имел. Одним словом, мы потеряли очень хорошего человека. Я могу просто отметить те времена, когда мы были в первом парламенте Абхазии депутатами. И период войны, которая пришлась тоже на пору нашего депутатства в то время. Это был один из таких патриотов Абхазии, верных сынов его. Поэтому память о нем должна остаться в истории и в сердцах его товарищей, всех, кто его знал. Он честно и добросовестно выполнил свой долг. На траурном митинге выступили общественные деятели и друзья Владимира Ашхатсава. Они подчеркивали, Владимир Ардашевич внес значительный вклад в становление абхазской государственности и был достойным сыном абхазского народа. Сария Смурельдар Дамиров для Событий недели. 25 лет отмечает Госкомитет по репатриации. После создания этой структуры 23 марта 1993 года процесс возвращения абхазов на историческую родину заметно активизировался. С 1993 года в Абхазию возвратилось более 4 тысяч человек. Более 10 тысяч абхазов, проживающих в разных странах мира, в том числе в Турции и Северо-Кавказских республик России, получили паспорта гражданина Республики Абхазия. Мероприятия, посвященные 25-летию со дня основания Комитета по репатриации, в субботу были продолжены. С утра состоялось возложение цветов и венков к могиле первого президента Абхазии Владислава Арзенба. Также делегаты посетили дом-музей Амара Бейгуа. Далее состоялось торжественное заседание в здании Комитета по репатриации. Делегатам были вручены памятные монеты. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok